Частная фирма ВПК, название которой незатейливо расшифровывается как военно-промышленная компания, в узких кругах известна как создатель бронеавтомобилей семейства Тигр. Гораздо менее известен его младший брат, бронированный внедорожник-стрела, который почти вдвое легче Тигра. И ещё менее известен проект небронированной стрелы, команда штабного, а по факту гражданского внедорожника на агрегатах Газели. В 2021 году на форуме «Армия» мы знакомились с первым прототипом невоенной стрелы. Ту машину создавали в сотрудничестве с Конструкторским бюро молодёжи при МГТУ имени Баумана, которая спроектировала и изготовила панели кузова. Однако второй прототип компания ВПК создавала уже своими силами. Агрегатная база тоже изменилась. Если прошлогодний вариант использовал узлы Газели Некст, то новая машина берёт за основу уже свежую модель – полноприводную Газель НН. Что же до двигателя, то разработчики не скрывают, что рассматривают сразу два дизеля. Во-первых, это широко известный российским газелистам Cummins ISF 2.8, а помимо него и перспективный китайский фотон объёмом 2,5 литра. Механическую коробку передач тоже берут из газелевского ассортимента, а вот от серийных мостов остались только корпуса. Всю начинку разработчики внедорожника переделали самостоятельно. Впереди у Стрелы заводские испытания, за которыми должна последовать доработка и сертификация. Ещё один частный проект на основе серийной продукции группы ГАЗ – это полноприводный автобус «Вектор Некст», воплощённый компанией автоуслуги из того же городка Павлова-на-Оке, где расположен и сам Павловский автобусный завод. Хотя в былые времена полноприводные пазики выпускались массово, «Вектору Некст» трансмиссия 4х4 не досталась. Зато она есть у грузовика Сатко-Некст, который и послужил донором агрегатов, включая мосты, дизель-ЯМЗ и механическую коробку. Впрочем, ходовую часть пришлось серьёзно переделать, ведь для автобуса с несущим кузовом невозможно просто переставить пассажирский отсек на другую раму. Внешне «Вектор Некст» остался практически исходным, если не считать композитных распашных дверей, которые фирма автоуслуги делает самостоятельно. Сертифицировать машину должны к весне 2023 года. А уж серийное производство сулит создателям широчайшие перспективы Интпашива. В кузове «Вектора» можно создавать практически любые аварийные, спасательные, медицинские и прочие вездеходы, включая машины для МЧС и МВД. Субтитры создавал DimaTorzok